Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередная покупочка в Star Stable Online. Как вы уже могли заметить по обложке предыдущего видео, я таки купила себе Пейнт Хорса, причем вот этого из Форт Пинта. Надо сказать, думать долго не пришлось, 850 СК, лошадка классная, я люблю Дикий Запад, и эта лошадка вылитая копия моей самой первой фигурки шляхов. Так что, разумеется, я ее покупаю, если чтобы видео было снято отдельно, а звук наложим чуть позже, потому что я очень сильно хотела купить лошадь в день обновления, ну а видео для вас обязательно надо было снять. Очень долго, правда, выбирала имя для этой лошадки, все-таки не хватает возможности не выбирать имя в первой ячейке. Для английского языка это не проблема, а вот для нас это страдание. Пришлось лошадку назвать просто западная. И вот мы уже в конюшне, я прям вся такая в ковбойском после обновления, и какая же розовая мордашка, мне она очень сильно понравилась. Я хочу потом еще купить какого-то пейнтхорса, какую-то другую масть, но пока не могу решить какую. Также специально для этой лошадки я решила не жматяться, а, учитывая свою возможность, купить ей целый комплект амуниции. Но опять же, я очень долго думала, какой комплект именно ей купить. Дальше начались пробные почесушки. Я почистила копыта, напоила водой и почистила шкурку нашей лошадки, просто чтобы посмотреть, как выглядит там анимация. Ну и разумеется, она в каких-то местах до сих пор кривая. Ставь лайк, если ждешь обновления персонажей. Я уже на нее одела недоусток. Водка это просто супер классные недоустки. Во-первых, они не монолитные, то есть это не единый цвет. Там имеется обводка, там имеется узор. В общем, классные. Единственное, меня напугал тот факт. Видите, я одела вестинское седло, и оно не отобразилось. И я решила надеть еще одно. И в итоге у меня ни седло, ни одно не отображается, а вся амуниция напрочь пропала. И я перепугалась, что я купила седло ЗСК, и оно пропало. Знаете, как было страшно на самом деле? Я уверена, я не одна такая, и, ребята, действительно, это очень пугает. Но в итоге я села на лошадь, у меня вся амуниция отобразилась. И я спокойно, с чистой совестью, со спокойной душенькой сняла это проклятое седло и одела его обратно. Комплект выглядит очень классно. Мне очень нравятся эти седла. Амуниция по вестерну с каждым разом все лучше и лучше, как собственные конкурные седла. Да, мы ждем до сих пор выездковые седла. Я знаю, что, по сути, там обновлять почти нечего, но согласитесь, ребят, вы хотели бы видеть текстурки, очень мощные и качественные текстуры, как и это вестернское седло, но уже на выездковом седле. Так что сидим и ждем дальше. Изначально я думала сделать для этой лошадки прическу в виде косичек, но увидев все это разнообразие причесок для одной лошадки, согласитесь, тут нету, вы заметили, это первая лошадь, у которой нету ни одной из старых причесок. То есть абсолютно новый список, абсолютно новые стрижки, кроме корешки. Все остальное, это прям чистый лист, просто чистый лист, да. Я в восторге, я знала, что лошадки делать не буду, но я скажу, что они мне нравятся. Вот косички, я хотела сделать эти косички, я очень хотела сделать эти косички, но посмотрев, поняла, что... Да, вот эту корешку я не знаю вообще, наверное, никому не буду делать. Но посмотрев на косички, я поняла, что нет ничего лучше для именно этой лошадки, чем ее оригинальная прическа. Другим мастям я, может быть, и сделаю кому-то корешку, кому-то косички, кому-то шишечки. Вот, надо, кстати, все-таки заплести кому-нибудь вот эту их прическу с одной косичкой около ушей. Но именно для этой лопулечки я решила, что пусть она остается той самой естественной пеглой лошадкой, которой она была с самого начала. Так что на этом все, спасибо, что посмотрели покупку данной лошадки. Ставьте лайки, пишите комментарии, если хотите, чтобы я засняла покупку еще одного Пайнт Хорса. А на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. И хороших вам тренировок.